Всем привет! Можно анализировать ключевые слова по разным параметрам. Цена за клик, охват и частотность. Можно также посмотреть ключевые слова конкурентов из таких программ, как Ahrefs и Serpstat. Но важно знать не сами ключевые слова, а их эффективность. Ведь всего 6% всех ключевых слов дадут вам конверсии, а до 90% ключевых слов просто будут сливать ваш бюджет. Меня зовут Алена Полюхович, и в этом уроке я расскажу, как оптимизировать ваши поисковые кампании. Для этого у меня есть простой рецепт. Первым этапом проверьте отслеживание конверсий. По статистике, лишь 29% рекламодателей знают свою рекламу и ее эффективность и анализируют. Остальные 2,3% даже понятия не имеют, дает ли реклама им продажи. Из статистики вы узнаете всего лишь количество кликов к показу. Но как же узнать, действительно ли реклама работает, действительно ли она дает вам нужные вам конверсии и продажи. Сначала настройте отслеживание конверсий, а потом уже переходите к остальному. Для этого вам необходимо установить две системы аналитики – Google Аналитику и Яндекс Метрику. Следить только за страницей благодарности – совсем не лучший вариант. Настраивайте отслеживание конверсий на все конверсионные цели на вашем сайте. На нажатие кнопки «Заказать обратный звонок», на нажатие имейла, на нажатие чата, на нажатие «Сделать заказ» и так далее. Также не забывайте использовать UTM-метки для отслеживания писем по заказам и звонкам. Вторым этапом изучайте ключевые слова. Если у вас еще нет активных компаний, это первый и обязательный пункт. Ключи вы можете найти при помощи Яндекс.Вордстата, планировщика ключевых слов, подсказок Google и Яндекс, а также платных программ, таких как Sirs.Pstat, Ahrefs, Semrush. Старайтесь отсеять ключевые слова, которые подходят под следующие пункты. Во-первых, смотрите по частотности. Слишком слабые ключевые слова брать в компанию не стоит. Во-вторых, подумайте, действительно или именно так спрашивают потенциальные покупатели в Google, чтобы найти ваш товар или услугу. И помните, что даже если практически большинство ключевых слов подходит вам, всего лишь 6% из них будет работать. Третьим этапом запустите тестовую компанию. Пару месяцев будет достаточно для отслеживания результатов. Вы получите первые результаты и в лучшем случае вы будете на первых позициях с нормальными ключевиками, по которым спрашивают и ищут вас. Люди будут видеть вашу рекламу, они будут в ней заинтересованы, она будет для них релевантна. Они будут кликать по объявлению, переходить на сайт и совершать заказ. Однако 96% ключей будут неэффективными. Рекламу будут видеть те пользователи, которые вообще не заинтересованы в вашем предложении. Поэтому вам важно понять, что это за ключи, которые приводят ненужных клиентов, вычислить их и приостановить, для того, чтобы не сливать деньги в трубу. Сначала проанализируйте плохие ключевики, которые спускают ваши деньги в трубу. Для этого заходите на аккаунты Google Ads и Яндекс.Директ, отсортируйте по поисковым запросам, по стоимости оставив те, которые не принесли никаких конверсий. И не слишком удивляйтесь цене. Столбец «Стоимость» позволяет отследить, сколько денег вы сливаете впустую. В среднем даже те рекламодатели, которые используют отслеживание конверсий, до 75% сливают деньги. Следующим этапом убивайте лузеров. Что это значит? Во-первых, исследуйте ключевые слова. Избавляйтесь от тех, которые не принесли вам конверсии. Если ключевое слово в течение двух-трех месяцев не дало вам результата, не принесло конверсии, то, скорее всего, и в последующие три месяца оно не сработает. Пересмотрите худшие поисковые запросы. Вероятнее всего, всплывут те запросы, по которым вы получали нецелевой трафик, или же вы показывали свою рекламу вообще не на те ключевики. Избавляйтесь от таких слов. Добавляйте ненужные вам слова в минус-слова, редактируйте объявления и описания и заголовки, редактируйте целевую страницу. И самое главное, делайте это постоянно. Чем больше вы повторите этот цикл, тем больше вы опередите конкурентов. В то время как остальные будут расширять свои компании за счет кучи новых ключевых слов, вы же, в свою очередь, сосредоточитесь только на работающих ключевых словах. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте, и мы ответим на каждый из них. Если вам понравился этот материал, не забывайте нас как-то поддержать и поделиться этим материалом со своими друзьями. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok